Давайте сделаем примерчик. 13,88, модуль 101. Что мы делаем? Мы вначале обращаем число 88. То, что в любом, ну, если это поле, да, значит, у него есть какой-то обратный, который при умножении на него дает единицу. Вот мы умножим 13 на этот вот в минус первый. Но это не надо принимать как 1,88, конечно, да? Это один из остатков от 0 до 100 при делении на 101, который при умножении на 88 дает 1. Как его найти? 88х равно 1, мод, 101. Или 88х минус 1 делится на 101. Или 88х минус 1 равно 101у. Или, вам это уже должно что-то напомнить, 88х плюс 101у равно 1. Нужно решить в целых числах это уравнение. Помните, я вас предупреждал, что что бы мы ни делали, мы все время будем решать вот такие уравнения в целых числах. Так будем. Итак, магия цепных дробей позволит нам это сделать. 101,88 равно 1 плюс 13,88. Так, на самом деле мы потом увидим, что ответ мы могли угадать. Но это будет потом. Так, 88,13. 78 это 6 умножить на 13, поэтому это 6 плюс 10 тринадцатых равно 1 плюс 1 разделить на 6 плюс 1 разделить на 13 десятых. То есть 1 плюс 3 десятых здесь должно быть. Или 1 разделить на 10 третьих, то есть 3 плюс 1 треть. Прекрасно. Ампутируем конечность. И пишем примерно равно. Ну давайте в уме. 1 плюс 1 треть – 4 третьих. Оборачиваем 3 четверти. 6 плюс 3 четверти. Давайте напишем 1 плюс 1 разделить на 6 плюс 3 четверти. 6,4 – 24 плюс 3 – 27, да? Значит, 27 четвертых. 1 плюс 4 двадцать седьмых, если обернуть. То есть 31,27. Ага, ну все. На самом деле 31 на 27 примерно равно 101 на 88. А отсюда получится, что 88 на 31 отличается от 27 на 101 на плюс-минус единицу. Ну, видите, последняя цифра здесь равна 8, маленькие хитрости, а здесь 7. Поэтому здесь будет именно ровно единица. Ну, а поэтому по модулю 101 31 равно 88 минус 1. Это то, что мы нашли. Так, тогда мы можем получить, что 13 делить на 88 равно 13 умножить на 88 минус 1, то есть 31. То есть 3, 9, 1, 0, 403. Во! А теперь внимание. Я, конечно, сглупил. 13 ведь плюс 88 – это 101. То есть ответ мы могли угадать сразу. 13 на 88 – это минус 88 на 88 равно минус 1. Ну, конечно же, 13 на 31 – это 403. А у нас есть такое число 404, недопустимая операция, да? Которое делится на 101. Поэтому, естественно, получилось то же самое, что мы сразу могли угадать. Но если бы… Мне вообще везет на эти угадывания. Что я не придумаю, всегда что-то угадывается сразу. Но если бы я написал там какой-нибудь 25, попытался разделить на 88, держу пари, так просто бы ответ не был получен. Но теперь мы знаем, что можно просто обратить 88, и это 31. И вот это и есть на самом деле результат. Ну, там нужно по модулю 101 взять. В общем, это можете сами доделать, это упражнение. В целом понятно, да, как делать. То есть обращения делаются с помощью решения все того же нашего любимого уравнения, которое пишется, значит, ну, в данном случае 88. x плюс 101y равно 1. А вообще, если вы пытаетесь какой-то остаток обращать, то вы пишете kx плюс my равно 1 и решаете его в целых числах. Здесь k – это остаток по модулю m, который взаимно прост с ним. И вы ищете k минус 1. Это как раз будет x. Вот. Вот такая арифметика остатков. Итого у нас получается поле z по pz для любого простого числа. А в поле много-много интересного. И первое, что мы будем изучать предметно, это нам пригодится потом при анализе разных задач, связанных с этими остатками. Первое, что мы предметно будем изучать, это многочлены с коэффициентами в таких системах. Ну и вообще просто многочлены. Давайте поизучаем многочлены. Многочлены с коэффициентами в кольцах и полях. И полях. Ну а многочлены – это, конечно, просто некоторое выражение. Типа там 9x седьмой минус 12x пятый плюс… Я просто от балды сейчас пишу и все. 4x четвертый минус x кубе плюс 2x квадрат плюс 3, например. Вот. Вот такое выражение. Называется многочленом. В нем может быть сколько угодно, но все-таки конечное количество слагаемых. И все слагаемые должны иметь вид. Число какое-то умножить на x в некоторой степени. А как понимать это? А надо подставить. Числа нужно считать, что они лежат где-то в каком-то изученных уже нами систем чисел. Либо просто это обычные числа. Но тогда это превращается в обычные многочлены как функции вот x. То есть мы можем подставлять различные x, получать различные значения. Но ровно то же самое можно делать, если мы живем в каком-нибудь кольце. Причем не обязательно в поле. Просто где-то в системе чисел, которые образуют кольцо. Если у нас разрешены операции плюс-минус умножить и разделить, то при взятии x из такого множества, где разрешены такие операции, мы сможем выполнить те приказы, которые здесь выписаны. Но вот тут, например, выписано, что x в седьмой нужно взять. А что значит x в седьмой? Ну x умножить на 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 x. В кольце это можно произвести, потому что в кольце можно умножать. Потом умножаем на 9, как элемент этого кольца. Ну если он имеет смысл. Ну вот, например, если бы мы рассматривали поле z по pz, где p равно 5, то девятка имеет смысл. Она же четверка. А минус 12 это 3. Плюс 4 это 4, минус 1 это тоже 4 Плюс 2 это 2, плюс 3 это 3 Ну и тогда мы умножали бы в соответствующем кольце То есть прежде чем изучать многочлены, нужно договориться, где именно мы их изучаем Но важно то, что если есть система чисел, внутри которых позволительно вычитать, складывать и умножать То любое такое выражение может быть свернуто в одно единственное число при подстановке любого числа из нашего кольца Подставляем x какой-то и вычисляем значение То есть получается такой приказ различным элементам кольца отправиться в какие-то другие элементы по этой формуле Например, x равно 1 Подставляем, но 1 во всех степенях равна 1 Нужно только сделать 9 минус 12 плюс 4 минус 1 плюс 2 плюс 3 И вычислить это выражение в соответствующем кольце 1 переходит в это вот число И так далее Нас будут интересовать такие выражения и разные уравнения, связанные с ними Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!